Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие родители юных знатоков православной культуры, отрадно, что отныне и вы стали участниками конкурса «Зерно истины». Пусть ваш пример станет назидательным для нашего подрастающего поколения. И сами вы получите пользу для своих душ, ибо кто сотворит и научит, тот великим наречится в Царстве Небесном. Бог вам помощь! Уважаемые телезрители, сегодня мы познакомимся со сборной командой знатоков православной культуры родительской лиги из города Ялты. Это родители наших школьников и студентов, которые решили, а почему бы и нам не попробовать свои силы в телеконкурсе «Зерно истины». Анна Владимировна Дедищева воспитывает двоих детей, которые также играют в «Зерно истины» на «А» по профессии юрист. Анастасия Владимировна Набойщикова ее называет устроительным гармонией в семье с тремя детьми и в своей команде. Она всегда готова поддержать добрым словом, домашними пельменями или чечевичной котлетой свою команду. Игорь Федорович Почковский – капитан семейного корабля с тремя детьми на борту. Он православный доброволец на любое благое начинание. Например, помощь в восстановлении монастырского скита. Татьяна Владимировна Васильева – мать семерых детей, специалист по семейным отношениям, знаток не только православной культуры, но и Пушкина, Чехова, Достоевского. Сеет разумное, доброе, вечное во время проведения экскурсий по Крыму. Наталья Петровна Джавадова – и жнец, и кузнец, и надудей, и грец. Это про нее. Может круглосуточно работать финансистом, тренером юных математиков, а вместо сна что-нибудь шить или вышить. Ирина Григорьевна Богатырева старается быть ярким примером для двух дочерей сына. Ее увлечение – это исторические бальные танцы. А сейчас я с большой радостью представляю капитана команды Марину Павловну Пужлакову. Работу руководителя отдела по делам молодежи в городе Ялта она удачно сочетает со своим хобби. Профессиональная мама семерых детей, а еще успешно осваивает профессию бабушки трех внуков. Кстати, двое ее детей были игроками сборной Крыма в традиционной игре знатков православной культуры «Зерно истины». А еще Марина Павловна имеет почетное звание «Мать и Раиня». Вот такая богатая на детей и внуков команда, уважаемые телезрители, команда родителей, будет отвечать сегодня на ваши семь вопросов. Пока счет 0-0. И первый вопрос для своей команды выберет Анна Владимировна Дедищева. Вопрос номер 8. Свой вопрос нам прислал Юрий Гиржа из города Симферополя. Он записал его на телекамеру. Внимание, на экран. Добрый день, уважаемые знатоки. Меня зовут Юрий Гиржа, я из Симферополя. Внимание, вопрос. Один из пределов храма Господня в Иерусалиме посвящен святому. Вместе с тем его имя прямо в Евангелии не указывается, однако во время проскомедии при приготовлении агенса он вспоминается. О каком святом идет речь? Уважаемые знатоки, время на обсуждение, одна минута. Если это Иерусалим, и тот святой, который не употребляют, не упоминается в Евангелии. Вполне возможно, что это может быть первомученник, архи... Айн Стефан. Это один вариант. А он упоминается при... В Евангелии нет. Иоанн Претеча точно упоминается. На проскомедии. На проскомедии. Здесь Стефан упоминается. Архидиакон вполне возможно. Нет. Я не знаю. Вот так вот. Еще какие, да. Отличный вопрос. По наварь бы. Да, по наварь бы. Ответил. Так, еще какие. Давайте, давайте. Не вялья. Храм какой? Роба Господи. Один из пределов его. Один из пределов. Сколько пределов? Миша был там. Кто с Мишей общался? Подожди. Звонок друг. В честь кого? Это обязательно... Проскомедия, да? То есть... Проскомедия. Значит, кто не упоминается в Евангелии. В Евангелии, но упоминается при Проскомедии. А ангельские, архангельские силы могут быть? Это святое. Это святое. Все, иначе не нужно. Что есть? Есть версия. Ну что же, время истекло. Капитан команды Марина Павловна Пужлакова. Марина Павловна Пужлакова выдвинула версию. Я же попытаюсь... Я же ее и озвучу. Надеемся, что это будет правильный ответ. Мы думаем, что это предел архидиакона Стефана. Внимание на экран. Внимание, ответ. О святом сотнике Лонгне. Да, вы немножко не обратили внимание на подсказку, на фоне чего... Да, я еще рассматриваю. ...был снят этот вопрос, на фоне распятия, да? Ну что же, к сожалению, не удалось вам дать правильного ответа. Итак, счет становится 1-0 в пользу телезрителей. Но я призываю вас не печалиться. Премного поскольку еще шесть вопросов есть у вас. И все впереди. В том числе и победа, может быть. Второй вопрос для своей команды выберет Анастасия Владимировна Набойщикова. Вопрос номер 7. Анастасия Владимировна, не сочтите за бестактность, за мой вопрос, давно ли вы обращались к стоматологу? Недавно. Как вы догадались, речь пойдет о предметах, имеющих отношение некоторое к стоматологии, но и не только, раз уж мы на конкурсе знатоков православной культуры. Незадолго до нападения турок на Мальту в 1565 году несколько мальтийских офицеров обсуждали грозившую острову опасность. Один из них по имени Самсон был довольно небольшого роста. И кто-то из собравшихся подшутил над ним. Господа, нам нечего страшиться, ведь у нас есть Самсон. Его одного достаточно для уничтожения всех турецких солдат. Самсон же обиделся и обратился к оратору. Вы правы, сударь. Но чтобы успех был вернее, мне нужно иметь одну из ваших челюстей. И я уверен, что наделаю чудес. Уважаемые знатоки, если вы правильно поймете, что имел в виду этот офицер, то наверняка поймете и то, почему после его слов все дружно засмеялись. Время. Челюсть стовная была, потому что у челюсти он размахивал этот Самсон. Самсон. Библейский стовная челюсть. Я думаю, он посчитал бы зубы, например, да? Нет, стовная челюсть стовная у этого офицера была. Так, у стоматолога что делают? Лечат зубы, вырывают. Ставляют. 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 Но библейский, то есть имя у него получается. Библейский Самсон размахивает челюстью. Уничтожал врагов. Библейский Самсон раздирал челюсть льву. А, пасть. Чем предотвратил съедание львом Самсона, когда двигался на свою свадьбу к невесте. Библейский Самсон, через всего, известенько, как человек необыкновенной силы. Силы, да. Он малый ростом, но силы необыкновенные. Раздирал пасть льву. И челюсть у него, как бы, орудие. Быстрее, ребята, что он? Раздирал челюсть. Он мог, наверное, малым ростом, имея силу роста. Что это значит? Иметь из ваших челюстей. И все, что? Вот и все. В чем вопрос? Как оружие? Как оружие? Все уже отвечает. Итак, внимание. Минута истекла. Капитан команды. Малина Павловна. Уважаемый ведущий, повторите, пожалуйста. Незадолго до нападения турок на Мальту несколько офицеров обсуждали грасившую опасность. Один из них – Самсон. Был небольшого роста. Кто-то пошутил. Господа, нам нечего страшиться. У нас есть Самсон. Самсон обиделся, обратился к оратору. Вы правы, сударь. Но чтобы успех был вернее, мне нужно иметь одну из ваших челюстей. И если вы правильно поймете, что имел в виду этот офицер, то наверняка поймете и то, почему после его слов все дружно засмеялись. Марина Павловна, будет ответ на этот вопрос? Отвечать будет Анна Дедищева. Я думаю, что, соединяя Самсона, воина с Самсоном ветхозаветным, который, спасая себе жизнь, разодрал льву пасть, челюсть раскрыв. Я думаю, что мал ростом Самсон, но сил силен руками своими. И мог, спасая жизнь, тоже разделаться с челюстью врага любого. Я пока не говорю, да или нет. Я хочу задать вопрос. С кем сравнил своего обидчика? Самсон обидели? Думаю, да. Он должен был в ответ сделать ответный шаг и тоже совершить какую-то надсмешку, обиду, да? Я прошу только Анну Владимировну Дедищеву отвечать на мои вопросы, ну или беседовать со мной. Возьмала минута для обсуждения. Итак, Анна Владимировна, с кем сравнил Самсон своего обидчика? Анна Владимировна, есть? Со львом, который нападал на Самсон. А разве это смешно? Когда кого-то сравнивают со львом или с тигром, я думаю, что это наоборот комплимент. Да, лев, лев, царь зверей. Возможно, но Самсон победил льва. Но речь идет о том, что после этой шутки все засмеялись, потому что все помнили, что не только со львом сражался Самсон, но сражался также и с войском неприятелей, победив его ослиной челюстью. Тем самым Самсон сравнил своего обидчика с ослом. А вот это уже непочетно, а смешно. 2-0, пользу телезрителей. Вокальный ансамбль «Соловушка» дарит свою песню «Смешинки». Слова Лидии Огурцовой, музыка Гульдары, Азаматовый бас. 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 Спасибо, ребята. Хочу напомнить счет 2-0. И третий вопрос для своей команды выберет сейчас Игорь Федорович Почковский. Вопрос номер 10. Екатерина Казновская, студентка Таврической академии Немивернацкого, задает вам свой загадочный вопрос. Уважаемые знатоки, прослушайте загадку. Было 6 часов. Двое беседовало, 12 размышляло. Что это? Апостолы. Время. Кто-то с кем-то беседовал, апостолы? Безусловно. 12 размышляло над его беседой с кем-то. Конечно. Кто беседовал? Иисус Христос. Раз 12 рядышком беседовал. С кем разговаривал? Вспоминаем по Евангелию. Не 6 часов. Там не в часах, наверное, дело. С кем разговаривал? С самарянкой, со слепым. Где они следовали еще? Где разговор был с кем-то? Может быть, а на вечере? Нет. 12 размышляло. Размышляло с одним. 12 размышляло, а с одним беседовало. С 13-й. Причи о девах не может быть. Что это? Загадка. Кто с кем, наверное, беседовал? С кем беседовал? Кто эти? Он с разбойником беседовал. Было 6 часов, это время оборачивания. Время, время, время. 12 размышляло. То есть это еще не разговаривание. 6 часов вечера, да. Нет, 6 часов по... С вяном. Это 12. 6-й час, это 12. 12 размышляло. Они все были. Быстро, быстро. С самарянкой. Помните, они... Они считали, что он не смеет с ней разговаривать. Уважаемые местнотоки, время и стекло для ответа. Марина Павловна, капитан команды. Нет ответа на этот вопрос? Есть. Есть. Вариант ответа. Анна Дедищева. Я думаю, что 12 – это точно апостолы, которые следили за беседой Иисуса Христа, наверное, с самарянкой. Почему размышляли? Потому что самарянка, во-первых, женщина, во-вторых, человек не тот, с кем достойно было беседовать Христу. Поэтому они размышляли, а нужно было ли с ней беседовать, а как он мог, зачем он это делал. Я думаю, так. Иисус Христос беседовал с самарянкой, 12 апостолов следили за их беседой. А еще ученики размышляли, почему Господь не голоден. Иисус Христос беседовал с самарянкой. 2-1, пока в пользу телезрителей. Я поздравляю вас с первым баллом, заработанным сегодня на этой игре. У вас еще есть 4 шанса, 4 вопроса. И следующий, четвертый, выберет Татьяна Владимировна Васильева. Татьяна Васильевна, у вас сколько детей? Семеро. А скажите, пожалуйста, для начинающих молодых родителей, какой самый главный, на ваш взгляд, секрет воспитания? Я надеюсь, ваш совет пригодится многим нашим телезрителям, которые задумаются над вопросом, как правильно все-таки растить свое дитя. Вопрос номер 12. Три вопроса из ларца. На совете часть православного храма, являющаяся обозначением таинственного присутствия Бога и сослужащих Ему в алтаре во время совершения богослужения. Подсказка. В особых случаях, например, при чтении апостола, там имеет право восседать архиерей, знаменующий собой Христа Вседержителя. 20 секунд, время. Алтарь. Нет, нет. Вот это возвышение там сзади. Нет, нет, сзади, 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 сзади. В алтаре, в алтаре, в алтаре уже, в алтаре место. Сзади стоит архиерей. В алтаре, но часть храма, как минимум, точно алтарь. 20 секунд и стекло. Горнее место. Я поэтому зачитываю второй вопрос, поскольку вы ответили правильно. Почему во время чтения апостола на литургии сесть на горнем месте может не только архиерей, символизирующий собой Христа, но и сослужащие ему священники по правую и левую сторону от горнего места? 20 секунд. Потому что во время Тайной Вечерей... Они тоже все были рядом. А это чтение апостольское передается и рукоположение. Благодать вот это вот апостольство. На Сартово. Татьяна Владимировна ответит. Отвечает Татьяна Владимировна Васильева. Ответ такой. Право апостольства передается рукоположением, поэтому это изображение Тайной Вечери, когда апостолы сидели, вернее, возлежали во время трапезы с крестом. То есть кого символизируют собой? Символизируют... Священники. Священники символизируют апостолов. И я читаю третий вопрос. Как известно, правом причащаться в алтаре обладают только епископы, священники и диаконы, то есть священнослужители. Однако, согласно каноническим правилам Лаодикийского VI и VII Взеленских соборов, исключение было сделано и для этих особ. О каких особых идет речь? Двадцать секунд. Царь. Царь-помазанник Божий. Царь-помазанник Божий. Царь-помазанник Божий. Не все цари пользовались этим правом. Ну, мы причащались. На целье, но могли. Причащаться они мне не верят, да. Помазанник Божий. Помазанник Божий непросто. Кто? Иди еще. Настя. Наталья Петровна будет отвечать. Нет, Наталья Петровна будет отвечать. Отвечает Наталья Петровна Джавадова. Мы считаем, что таким правом обладали цари, помазанники Божии. Правом причащаться в алтаре. Но не всегда им пользовались, но имели право. Другой версии у вас нет? Нет. Ничья. 2-2. Пятый вопрос для своей команды. Выберет сейчас Наталья Петровна Джавадова. Вопрос номер 6. Наталья Петровна. Да. Откройте тайну. Что вы любите дарить на дни рождения своим друзьям, знакомым? Я стараюсь их порадовать. Ну, например, вот последний раз, откройте тайну, кого и чем вы порадовали? Простите уж за любопытство. Ну, последний раз я дарила краски человеку, который хотел научиться рисовать и сделал в этом. Только думал, да, думал возобновить рисование, и я подарила краски. И у него не осталось другого выхода? Да, подтолкнуть его именно к этим действиям. Да, есть у меня такой конёк. Ну что же, хороший конёк и хороший подарок, скажу я. А теперь, внимание, вопрос. Это понятие переводится с латинского языка как «передача» и употребляется для обозначения передаваемых на протяжении долгого времени, иногда даже более ста лет, духовных ценностей, всевозможного наследия, в том числе и духовного. Назовите это понятие. Продолжение следует... К латиноскому традиция или предание? Предание, да, есть закон, есть традиция. Передача, передача. Что? Слово «передача» – это традиция, это предание. Да, что? Путем, путем. Вопрос звучит. Это «передача». Это понятие. Подождите, какие, может быть, еще варианты могут быть? Понятие, ребятки сказали, что это метельно. Это понятие сладится. Слово «передача» – это как «передача». Предание. Традиция является передачей? Конечно. А как же? А предание? Предание – это не латинский. Итак, Марина Павловна Пожлакова, капитан команды, кто ответит на этот вопрос? Отвечает Татьяна Владимировна Васильева. Мне кажется, что имеется в виду латинское понятие «традиция». И понятие «традиционное» – это есть передаваемое из поколения в поколение на протяжении долгого времени. Это не какая-то, ну, как сейчас бы светский человек сказал, информация. Но вот традиция больше всего подходит к нашим понятиям. Христианская традиция. Ваша версия ясна. Мне не остается ничего сказать другого, как констатировать факт, что вы, наконец-таки, стали лидировать. Счет 3-2 в вашу пользу. Шестой вопрос выберет сейчас для своей команды Ирина Григорьевна Богатырева. Ирина Григорьевна, вы увлекаетесь историческими бальными танцами. А какой из них является вашим любимым? Моим любимым является вальс. А какой вальс-вальс? Насколько я знаю, разные бывают. Бенский. Это потому, что он самый медленный? Я в нем грациозно выгляжу. Вопрос номер один. В первом послании Коринфянам, а именно 9 глава, стих 24-25, апостол Павел пишет после одного небольшого сравнения, цитата, «Так бегите, чтобы получить все подвижники, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – венца нетленного». Внимание, вопрос. Кого же ставит нам в пример апостол Павел? Одна минута время. Вспоминаем, ребята, ребята. Пример. Апостол Павел кого ставит в пример? Так бегите, да? Чтобы получить венцы. Венцы нетленные. Нам очень часто подталкивает. Нет, нет. Предлагает. Никто, нет, нет, нет. На отказ от чего-то, с кем сравнивается? С кем сравнивается? Понимаешь? Кого в пример ставит? Кого ставит в пример? Кого ставит в пример? Праведники и грешники. Парис, послание Коринфянам. Точнее, быстрее время. Тихо, тихо. Не, не, не. Не терапия. Сравнивали. Мы, девочки, рассматривали этот вопрос. Ну-ка, 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 ну-ка. Апостолы. 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 Нет, нет, нет. С кем вам с вами? Богатство кто стяжает? Стяжает, да. Венцы получать. Как кто? Купцы, еще кто-то. Ну вот давайте, давайте, давайте. Таким образом учить стяжателей. Стяжать не пленные. Так, уважаемые знатоки, будет ли ответ на этот интересный вопрос? Мы попытаемся. Наталья Петровна аккумулирует версию. Мы не успели, конечно, сформулировать ее должным образом, но попробуем сформулировать из того, что есть. Апостол Павел пытался привести в пример, указывая, приводит в пример, тех, кто стяжает богатство, не помню, и чтобы и мы также с таким же рвением, это эти венцы духовные тоже собирали, стяжали. А кто именно? Ну вот если вы спросите нас, да, это может быть купец, это может быть кто-то, кто рвется к власти. Вот тут мы образом мыслим, скажем так, оставили этот образ те, которые именно в каких-то материальных выражениях той эпохи, да, вот вели себя таким образом, и так рьяно рвались к власти и к богатству. И он хотел именно показать то рвение, с которым мы должны верить, и эти венцы духовные наши собирать, людей православных, христианских. Ну, ваша версия ясна, ну, как-то, знаете ли, смутно представляется, чтобы апостол призывал нас или ставил нам в пример вот таких уж чрезвычайно меркантильных людей, заматерел их в своей меркантильности, я вот аж так выросился. То рвение, скорее. Ну, понятно, то рвение. Но хотелось бы, чтобы рвение было направлено хоть в какую-то позитивную область. Позитивное мысло, да. Итак, внимание, я процитирую сейчас апостола Павла, и я надеюсь, что вы поймёте, особенно в год проведения чемпионата мира по футболу, о ком говорил святой апостол. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите и вы, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Правильный ответ – спортсмены, участники состязаний спортивных. Снова ничья, снова 3-3, и снова музыкальная перемена. Песня сейчас пойдёт о папе. Но не просто о папе, а о папе-ёжике. А исполнит её нам вокальный ансамбль «Соловушка» художественный руководитель Бульнара Азаматова-Баса. У мамочки сегодня много дел, И с нами дома папочка остался. Он завтра приготовить нам с утра хотел, Но в трёх раз дуле папа потерялся. Пошёл он в магазин, но даже там папа. Он в маме список разобрать препода за river Gün-ば-рёмок. И в выборе муки и молока Наш папа-папа-папа потерялся. Кто, по-папа-папа без мамы, Ничего, на-на-на-на найти не может, Он их па-папа-папа понимает, Где ботинки, тиньки, тиньки, а где ложки Словно в ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тумане Крови папа-папапа смешно, как ёжик Так что фильмы, папа-ёжик Самые добрые и хорошие Позвали папу в пряки поиграть Но прятаться никто и не старался И с компаса в квартире, как дымок, опять Конечно же, сам папа потерялся Какой-то важный дядя папе позвонил И на завор в спорте замерзался Мы поняли теперь часа на три Ну ж папа-папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Самый добрый и хороший Пусть папа порой теряется в доме Но только не стройка, конечно, что кроме папы Никто не ставит полок Быстро чуть-чуть для сетков зарядки Бегает, плавает, треска в танки Лучше на пыль, все время рыбалки Я в нас все это важно, кто знает, что это суть героя Папа Лёжи, самый-самый лучший В облаке без грязного тумана Это что нам, самый добрый лучший Нашу замечательную маму Даже если в доме папа-папа без мамы Ничего она найти не может Он ведь папа-папа-папа понимает Где потики-тики-тики, а где ложки Словно в тумане Главный папа-папа-папа Смешно ведь Лёжи Смешно все же Папа Лёжи Самый добрый и хороший Очень-очень решительный момент Напряженность дорастает 3-3 пока ничья Кто же кого одолеет сегодня в нашем конкурсном Нет, или зрители, знатоков Или знатоки Родительской лиги из города Ялты Телезрителей Об этом мы узнаем очень скоро Ну буквально через минуту, несколько секунд После седьмого вопроса Который выбирать не придется Потому что это будет вопрос на заданную тему Если вам его не выбрал компьютер При помощи случайных чисел То сделает это не случайно ведущий Итак, свой вопрос вам задает команда ваших коллег Родителей, знатоков из города Севастополя Внимание на сценическую площадку Сразу хочу предупредить Вы не услышите ни слова, ни звука Все потому, что эта история будет показана в жанре пантомимы Смотрите, что-то не надо Не надо Не надо Не надо Не надо Потеряла Да-да-да Пытаются найти Нашла Уважаемые знатоки Просим вас разгадать Какая притча евангельская Была вам сейчас продемонстрирована Надеемся, что просто все И вы догадаетесь Успехов вам Уважаемые знатоки У вас одна минута на размышления Время пошло Смотрите, ребята То есть нам уже подсказали, что это притча Притча Женщина, которая ищет Вот как Господь ищет душу А найдя на ней Нет, это притча Помните, когда она собиралась убегать куда-то Это женщина У нее завалилась Драхма Да, поняла, что в доске куда-то Драхма – это большая монета Какая притча конкретная Разделена К совместной притчей Конкретно название притчей Вопрос Какая притча Вопрос Отгадайте притчу Про вашу драху А радость была разделена со всеми Об одной душе найденной Вопрос Вы знаете, да, такую притчу? Татьяна Знаете такую? Да, да Хорошо Вам повезло Татьяна Ну, мы не сидим Мы все расслабляем Ну, мы все очень сходим Да, да Радость на охотке делится со всеми Радость, да, делится Соседок позвала Трех радости Мы сейчас послушаем Татьяна Марина Павловна Пожлакова Капитан команды Кто попробует ответить на этот завершающий вопрос? На решающий вопрос ответ дает Татьяна Владимировна Васильева Я бесконечно рада, что мне досталась эта притча, вот отвечать на этот вопрос Она духоподъемная, она всем нам дает надежду Это притча о пропавшей Драхме И пропажу эту сравнивают с пропажей души Вот когда женщина потеряла Драхму А это очень большая монета Она употребила огромные усилия, чтобы ее найти И зажгла свечу И везде-везде стала мести И потом там еще где-то на полу нашла ее И ей мало этой своей радости Она позвала соседок, и они вместе порадовались находке Вот так в Царстве Небесном будут радоваться все силы небесные Об одной спасенной душе Обретенной душе Это очень духоподъемная история Спасибо А мы сейчас попросим авторов этой истории Истории Пантомимы Сказать, что они хотели показать этой своей инценировкой Уважаемые знатоки И несказанно рады мы тому, что вы действительно отгадали правильно Какая притча была вам показана Еще с такой интерпретацией и объяснением дали Исчерпывающий правильный ответ Спасибо 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 Итак, счет становится 4-3 В пользу команды знатоков из Ялки А на сегодня, уважаемые телезрители Все вопросы завершились Поэтому мы с нетерпением вместе со знатоками Будем ждать ваших новых писем С новыми вопросами пишите нам по адресу Российская Федерация Республика Крым Город Симферополь Почтовый индекс 295-011 Улица Героев Аджимышкая 9-11 Редакция конкурса «Зерно истины» Это наш ресурс в интернете Который поможет вашим командам подготовиться К подобному телеконкурсу в своей школе, в своем городе, в своем регионе И в результате приехать к нам сюда для участия в телепроекте Ангелы Хранители, всем вам до новых встреч, до свидания